Товарищеский матч с легендами самарского футбола на своем поле. В детском стационарном отделении областного клинического противотуберкулезного диспансера состоялось открытие спортивной площадки. Теперь маленькие пациенты имеют возможность не просто гулять на улице, а еще и играть на территории медучреждения футбол или волейбол. Обо всем подробнее далее. Футбольные ворота, баскетбольные кольца и специальное покрытие с разметками – мечта почти любого ребенка. Самая детская спортивная площадка появилась в областном клиническом противотуберкулезном диспансере. У нас находятся дети с разными диагнозами, дети от нуля и до 19 лет. Конечно, им по прогулке показана эта часть лечения. Конечно, это не совсем та физическая нагрузка, как мы себе это представляем. Она, естественно, ограничена. Тем не менее, это очень удобная площадка, которая сможет использоваться и в зимнее время, и в летнее время. Для детей всех, так сказать, возрастов. Первая игра между командой медработников-диспансера и ветеранами крылья советов. Затем для детей прошел футбольный мастер-класс, где уже с именитыми спортсменами за мяч боролись самые маленькие пациенты. Когда нас приглашают, мы всегда с удовольствием откликаемся, потому что это же детище всей нашей жизни. Все играли за команду крылья советов, отдали очень большую часть своей сознательной жизни. Поэтому футбол для нас – это жизнь, и мы всегда рады поиграть. Не просто поиграть, а выиграть. Два тайма по 15 минут, и товарищеский матч завершился со счетом 5-0 в пользу крыльев. Однако грамоты за участие от организаторов спортивного праздника благотворительного фонда личное участие получили обе команды. Это медучреждение, наш давний партнер, наши давние друзья. Этот проект мы делаем для них уже не первый год. Организаторы обещают, что совсем скоро для более комфортной игры вокруг нового поля появится забор. А на следующий год запланирован новый проект – архитектурный ансамбль из беседок на территории диспансера. Мария Шпакова, Сергей Костин, Новости губернии.